Приморские отели на Кукете Управление гражданской авиацией Таиланда снимет ограничения после этого. Хукетский офис Управления по туризму Таиланда проинформировал туроператоров в провинции, что этот год будет в основном ограничен внутренним рынком. При этом азиатский рынок начнет восстанавливаться в начале следующего года, а европейский рынок будет восстанавливаться позже. Некоторые отели на острове, ориентированные на местные продажи, скорее всего вновь откроются во второй половине этого года. Другие отели в курортных местах пытаются повысить ликвидность, продавая путевки местным жителям, которые позволят гостям сначала заплатить, а позже выбрать дат, чтобы избежать неопределенной ситуации. Эти компании обычно предлагают гостям скидку до 50% и оставляют доступный период открытым до конца этого года или следующего года. В следующей новости говорится, Министерство общественного здравоохранения объединило усилия с частными компаниями для предоставления альтернативного государственного карантинного жилья лицам, которые вернулись из-за границы и хотели бы получить специальные услуги за свой счет во время карантина. Люди, возвращающиеся из-за рубежа, должны находиться в карантине и наблюдаться у врачей в течение 14 дней в государственных карантинных учреждениях или отелях альтернативного государственного карантина, где гости сами оплачивают за их стоимость. Участвующие отели должны иметь договор с больницей, чтобы заботиться о своих гостях в отношении медицинского обслуживания и лечения в течение всего периода содержания в карантине. Отели должны пройти оценку Министерства здравоохранения и Министерства обороны, прежде чем они смогут открыть свой сервис в качестве альтернативного государственного карантинного отеля. В настоящее время иностранцам по-прежнему запрещено возвращаться в Таиланд до 1 июля из-за запрета на международные въездные рейсы. Когда будет разрешено возвращение иностранцев, те, у кого есть разрешение на работу или другие разрешения на въезд, должны будут пройти 14-дневный государственный или альтернативный карантин с самостоятельным финансированием. В следующей новости говорится, тайские исследователи готовятся набрать 5000 добровольцев для испытания вакцины против коронавируса на людях, которое должно начаться в конце этого года после продолжающегося трехмесячного испытания на обезьянах. Испытание на животных длиннохвостых макакок займет 3 месяца, а результаты ожидаются к концу августа. Если исследования пройдут успешно, исследовательская группа будет использовать лучшие жизнеспособные антитела этих приматов для производства 10 тысяч доз вакцин для испытания на людях, в результате которого по меньшей мере 5000 добровольцев получат по 2 инъекции каждый. До того, как вакцина будет введена для всех участников, она сначала будет проверена на 30-50 добровольцах для определения ее безопасности. После этого вакцина будет введена 250-500 человек для проверки ее способности активировать иммунную систему. И только потом вакцина будет предоставлена оставшимся добровольцам для проверки ее эффективности в профилактике коронавируса. Планируется, что вакцина будет создана к концу этого года или в первом квартале 2001 года. Завод по производству вакцины будет арендован в Канаде, то есть вакцина будет делаться в Канаде, потом завозиться в Таиланд. То есть вакцину быстро сделать невозможно. В этой новости говорится, что более 2000 местных жителей пришли, чтобы встать во время комендантского часа для запланированной благотворительной раздачи еды из Норвежской церкви на Сое-Тапрая-5 этой ночью. Норвежская церковь каждый четверг, начиная с 9 утра, раздает бесплатную еду и товары первой необходимости местному населению. Некоторые малообеспеченные жители сообщили, что выстроились в очередь в час ночи и не беспокоятся о том, что наступил комендантский час. Жители сказали, что они не боятся быть арестованными, а боятся голодать. Многие сказали, что у них нет источника дохода из-за закрытия большинства предприятий, которые были закрыты из-за коронавируса. Первоначально полиция города Паттайи приказала жителям идти домой, поскольку наступил комендантский час. Однако многие отказались, а другие прибывали вновь и выстраивались в очередь. Физическое дистанцирование было затруднено из-за огромного размера толпы. Полиция приняла решение позволить толпе дождаться, когда начнут раздавать еду и продукты, пытаясь соблюдать дистанцирование, хотя народу было очень много. Норвежская церковь оказывает благотворительную помощь в течение нескольких недель, и толпа постоянно увеличивается. В толпе есть, конечно, и тайцы, но в основном это наемные рабочие из соседних стран. Народу, конечно, очень много. И днем по Паттайе, когда едешь, видно, что где раздают пищу, собирается много народу, да и большущая толпа и очередь. Это и понятно, потому что 80% бизнеса в Паттайе рассчитаны на туристов. В следующей новости говорится, что популярный туристический остров Калан вновь откроется с 1 июня, после того, как он был закрыт для туристов в течение двух дней. 1 мая общественный комитет согласился ослабить ограничения, разрешив местным жителям уезжать и возвращаться на остров. Туристам посещение острова было запрещено. Мэр Паттайе заявил в четверг, 28 мая, что общественный комитет Калан и мэрия обсуждали возможность открытия острова для посещения в рамках третьего этапа ослабления блокировки. В этой новости говорится, что правительство назначило 1 июля отмену всех запретов на ведение бизнеса и деятельности, предписанных ранее для борьбы с коронавирусом, заявил глава Совета национальной безопасности. Также будут разрешены поездки за границу, а также будет отменен указ о прекращении действия чрезвычайного положения и комендантский час. Генеральный секретарь службы национальной безопасности заявил в четверг, что снятие ограничений будет полным и страна будет открыта. Чиновники в следующем месяце, имеются в виду в июне, подготовят меры предосторожности для открытия страны. То есть с 1 июля страна должна открыться.